Добрый день уважаемые поклонники футбола! Из стартового тура чемпионата Беларуси по футболу пресс-служба Федерации футбола подготовила несколько интересных моментов для рассмотрения на нашей передаче. Начало чемпионата принесло обилие 11-метровых ударов и рекордным стал матч Слуцк-Славе, где судья Сергей Чистов назначил сразу 5 11-метровых ударов. Неоднократная игра рукой, нарушение правил в борьбе за мяч. В каждом моменте у судей были основания для назначения 11-метровых ударов. Следующий момент, который мы рассмотрим, произошел в матче Ислыч Неман на 56-й минуте. Перекрытый большим количеством игроков, судья Евгений Наумов не видел игры рукой защитника Немана, который не дал мячу пройти в ворота. В этом моменте следовало назначить 11-метровый удар и удалить игрока Немана за лишение соперника явной возможности забить гол. Проанализируем очередной эпизод из матча Динамо-Минск-Рух-Брест. После удара по воротам мяч попадает в игрока Руха. В то же время камера из-за ворот показывает, что мяч ударяется сначала в корпус защитника, а затем уходит на угловой, не касаясь руки. Непростой момент, с трибун могло показаться, что мяч попадает в руку. Вернемся к матчу Ислыч Неман и проанализируем несколько иной аспект правил, связанный с управлением игрой. За 20 секунд до конца первого тайма назначен штрафной удар. В момент пробития удара время первого тайма, включая добавленное, и стекло. Однако после штрафного удара мяч уходит на угловой. В связи с этим для судей действуют рекомендации, что если время игры истекло, но назначено стандартное положение, то есть штрафной удар, свободный или угловой, то следует добавить время для реализации данного удара, но только один раз. Так и здесь. Судья дал выполнить штрафной удар, но время первого тайма завершено, и далее следует сигнал на перерыв. На этом все. С нетерпением ждем нового тура чемпионата Беларуси по футболу. До свидания.